Ох, а ты! Пошёл ты нахер, понял, слышь? Нахер я тебе сказал, иди, всё, ушёл от меня! Ушёл, сука, ушёл! Ушёл! Я тебе говорю, я не буду ничего открывать! Вот, вот, просто смотри на меня, я буду на тебя смотреть! Смотри на него тоже, пусть боится, сука! Нас много, ты один, понял? Время 5 утра, давай, и чё ты сделаешь мне? И чё ты сделаешь, время 5 утра? Чё вот ты мне сделаешь своим бесполезным взглядом? Своим пустым, механическим? Пошёл нахер с раной сигнализацией! Твою мать! Меня, мне, мне, хотели изнасиловать, сука! Ёб твою мать! Нахер всё это в жопу! Блин, я начал, короче, идти к вам записывать прохождение, ребят! А мне, короче, хотели изнасиловать! Охренительно, да? Ну что же, после всей этой билиберды... Ой, господи, он ушёл! Мы начинаем, собственно говоря, прохождение за Илвизин! С вами снова я, Кирилл! Аааа, секунду! Итак, и мы продолжаем прохождение за Илвизин, наконец-то! Фух, я вообще обосрался от страха, ёб твою мать! Да, этот маньяк просто какой-то бешеный! Так, у нас на очереди... И, кстати, хочу поприветствовать тебя, Пашенди, и тебя, Димыч Андреевич! У нас на очереди шестой сезон, четвёртая серия! Да, и скажу сразу, что вы сейчас заметили, я решил поставить такой экран! Как говорил Куплинов, это больше к реалистичности игры подходит, поэтому... И с ним меньше лагает! Поэтому я решил вот этот экран поставить, пока будет вот так! Так что... Ну, не волнуйтесь И сегодня мы, собственно говоря, поговорим о... Ой, ну об этом тоже потом В интимных местах Так, и сегодня мы с вами поговорим о том, что я сказал в прошлой части Что эта часть будет просто невыносимой! Сука! Я говорил в прошлой части, что, короче, эта часть будет самая сложная Эта серия Так, и я сейчас быстренько засеку секундомер Потому что я забыл его засечь Ну что же Несмотря на все сложности, трудности Мы, сука, отправляемся дальше, ёпта Да, это десятый эпизод, который называется Инструмент мастера И мы совсем недавно его, собственно говоря, начали Да, и он вам не понравится Потому что, когда я проходил его первый раз, было, сука, охерительно сложно Но... Я надеюсь, что мы пройдем Я надеюсь, что мы не заткнемся И надеюсь, что все будет в норме Потому что, если я буду... Если я не пройду, то будет охренительно много Мата, сука, что это такое? Твою мать! Фух! Это что? Фонарик нужен Наверное Твою налево! Это же растяжки Я понял Давай, обезвреживай Обезвреживай наши растяжки Обезвреживай Сейчас, может, меня как-то боком Боком сейчас видно Но зато Сука Что такое? Я реально сейчас обосрусь Серьезно Ну вот По чистому серьезу О, статуя Статуя Отличный ключик Помню, когда я первый раз играл То тут вообще не находил никаких ключей То есть вообще было полностью глухо Патрончики к пистолету Нам пока их Перезаряжать, собственно говоря, не нужно, да? Так, весь звук игры не очень громкий Чтобы было меня слышно Если будет какая-то громкая музыка То я, разумеется, убавлю Звук из игры Так, а куда идти-то? Туда или туда? Что-то я никак не понимаю Пути разделяются Тихо Ааа Серьезно Если будет страшный момент То я могу заорать Как баба Как баба Понимаете? Могу заорать У нас профиль сохранен Сука Это же тот самый момент Твою ж мать Это же тот самый момент Ай, ой, 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 ой Ё, ой, 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 ой И что же теперь делать? Вы еще не знаете, что тут будет происходить Но вот я Заранее уже знаю Так Сейчас он обернется и мы его Убьём, как говорится, быстренько Так, хорошенечко Пока он нас не видит Это, собственно говоря, хорошо Какого хера Ну, сдавай уже, рожай Сучонок Встал, блин, какой дебил А, на нём, короче, это херня Растяжка Мы к нему просто так не пройдём Тут растяжка стоит Влево, влево, понял О, молодец Давай, влево О, о О Не, поджигательного не будет У него ещё Лично Тут очень-то Очень-очень Natasha Крайне аккуратно всё Делает то, что тут столько Этих бомб, всяких этих ловушек Так, аккуратно. Сука твою мать бред я хотел сматернуться все и когда мы спалимся активируется какая-то сука система которая открывает некие ловушки ловушки которые если мы попадемся то будет полный из детка ручья так что не стоило вообще попадаться да могли бы поставился ни хера ни хера сука поставился не получил иди ты но так подожди поставился не получилось пьется шумненькую шумненькую так я чё сука херел что ли блин вообще херели твою мать твари ладно собственно такой долгий этап но я при первом прохождении у меня возникли некие трудности при его прохождении этого этапа с ними не так сложно справиться если знать как и как проходить не шуми ну молодец ты что такое такого нахер хера иди отсюда все гори ты ты жирная сука иди отсюда на тебе скотина расскажу вам одну историю эта история была сегодня у меня в школе когда говорили оценки по контрольной по математике в общем выставляя восстановление оценок по контрольной по математике петров 5 сидоров 3 и иванов два а а вот Que-顔, т. м. Зайцев, отчисление из школы Пошел ты нахер, понял, слышь, НК, ты сказал, иди, все, ушел от меня Зайцев, кто ж так с директором ты разговаривает, а? Кто ж так с директором разговаривает? ты ч, он херел? Вообщем реально, я могу Вот такое днем в жизни. Это была такая просто история, сука. В общем, я тут могу, короче, расстроиться, заплакать. Это, во-первых, во-вторых, могу пожаловаться маме, во-вторых. В-третьих, могу просто уйти с заплаканными слезами в полицию и жаловаться. Понимаете, что это значит? Понимаете, что до какой степени мне может довести эта игра? Понимаете, что это очень опасно вот так вот рисковать. И для начала тут скоро будет контрольная точка. И для начала я бы лучше посоветовал взять винтовку и сбить того снайпера. Сукина сына того. Вот таким вот образом. Сука. Обмахнулись один раз, но ничего страшного. Ничего страшного. Всё, норм. И теперь, собственно говоря, можем идти. Тут не такой долгий этап, но тут надо очень предельно вообще аккуратно и внимательно, просто говоря, следить за своими движениями, за своими действиями, потому что одно неловкое движение, и можно попасть в ловушку, собственно говоря. Начинать аж отсюда. Так, мы нашли какую-то деталь. Аккумулятор, этот большой портативный аккумулятор позволяет обеспечивать оборудование электроэнергии в экстренных случаях. Ну, мол, спасибо. Так, возьмём всех сочин, наверное, бутылочку, потому что вдруг там будут эти софт-творец сукины дети. Так, что-то у меня как-то мало жизни. Мы бы ещё использовали аптечку. Прошу прощения. Так, что лучше со мной не шутить. Так, что если кто-нибудь вообще там... Вообще, меня она вообще бояться. Потому что если кто-нибудь чуть скажет, значит, плохое слово, сейчас заплачу. Понимаешь? Заплачу прям мгновенно. Так, что лучше мне очень ничего не бывает. Ричь! Так, ладно, всё. Какого... Ладно. Всё. Вот так вот быстро мы вырубим наших врагов. Ну и теперь самое сложное. Самое-самое... В принципе, я думаю, что если бы мы по стелсу смогли бы вообще до конца пройти, если бы не активировали. Ну, к сожалению, бомбу мотивировали, поэтому нам дали вот таких вот жёстких испытаний. Чтобы-то сразу перепрыгнуть, обязательно надо всегда садиться. То есть, ни в коем случае не столько, потому что лезвие идёт, сука, и, собственно говоря, можно задеть. И самое главное, вот эти вот... Надо обращать внимание вот на эти вот мелкие ловушечки. Потому что они тут так невидимо подвешены, что, сука, ты их просто не заметишь, а потом тебя вообще нахер просто бомбанёт. Какого... Ладно, слава богу, я тут недалеко сохранился. Блин, ну вот я не знал, что я... Я думал, тут можно сидя стрелять. В Сан-Андрес же можно сидя стрелять. Какого хера тут нельзя? Спасибо, блин, разработчик, сука, мультипая. Сейчас плакать буду. Всё, я сейчас заплачу. Ну ладно. Пашень, ты не расстраивайся, всё будет норм. Сейчас мы им покажем, этим тваринам. Что значит Себастин. Или, как бы сказал, Купленов Себас. Так, может, по-русски всё поставил в своём? Сука, да он задабал меня туда идти, куда мне надо. Так, попробуй сейчас. Иди ж ты нахер, а. Не беги так быстро. Понял. Может, у тебя шпиц дадут. Может быть. Да ни хера тебе ничего не дали. Хотя нет, топор это, конечно... Да куда ты лезешь? Топор надо брать мне здесь. Что ж такое-то? Ты можешь топор взять? Топор. Сука, топор. Гори топор, давай. Что за странное управление? Всё, короче, идём. Дебил, он устал. Тут, когда ты используешь оружие, он сразу же встаёт, поэтому... Сейчас, подожди. Сейчас, 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 пройдёт. Садись, садись. Садись, садись. Молодец. Хорошо, что у нас был топор. Горит топор. Ряд же эту херь, не знаю, я всё, что-то так не люблю. Я долго, сука, мучился, чтобы его пройти. Очередная растяжка. Всё. И у нас дополнительный... Бонус, я сейчас... Очень тихо говорю, потому что я, сука, волнуюсь очень. Так, тут тоже могут быть, конечно, растяжки. Тут они есть. Есть ли вы растяжки? Там, у меня есть что-то снять. Может, иначе я заплачиваю, если не испугаюсь, подожаловаться маме. Так, ну не факт, не факт. Так, всё, тут пока можно чуть-чуть расслабиться. Ну, тут также присутствуют враги. Жалко, что тут карты нет. Жалко, что тут есть. Сука. Сука. Сука, твою мать. И неохота аптечку тратить. Дайте, пожалуйста, шприц. Нет. Да нет, сука. Пожалуйста, не надо. Не убивай, я не хочу с оттуда начинать. Давай, убирайся. И давай, пожалуйста, мне шприц. Попадись, шприц. Да не его ты бей, коробки. Не его бей. Ты дурак, что ли, Себастьян. Шприц, ну чё не шприц-то? Баночки, конечно, хорошо, но мне сейчас шприц нужен. Почему не шприц? Опасно, конечно, сейчас бродить по таким местам. Всё, нашли мы штуку. Вон, активировалась дверь. И нам нужно быстрее успеть, в общем, пока она не закроется. А может быть, она не так не закроется. Но если мы, сука, не дай бог, попадёмся, то это будет вообще... Короче, будет очень херово. Если мы не успеем. Вот она, эта дверь. Давайте мне контрольную точку, быстро. Да, сейчас, короче, будет вообще полная жопа. Это будут такие испытания. Это ещё только цветочки. Это ещё реально только цветочки. Вот скоро будет, блин, я скажу, что... Значит, это меня с другой стороны открыли. А, это с другой стороны закрыта, да? Так, понятненько. Можем вниз спуститься. Да, это будет жесть, конечно. Дали бы нам шприц. Ну, что ж такое-то? Я жду шприц. Так, фрагмент, это хорошо. Фрагментик, это хорошо. Так, тут нас тут может спалить, нет? Всё норм, бежим. Хренеть, тело вообще оторвали. Бедные. Сука, куда мы идём? Какого... Что это? Что это? Я на секунду лучше аптечку использую. Кира, я лучше аптечку использую. Давай, отходи. На всякий случай. Хотя у меня, когда хера... Стрел для арбалета. И у меня ещё болтов до хера. Потратили. Мы просрали ещё одну печку, которая нам попалась. Жаль. Но ничего не поделаешь. Чем-то они вот эти вот штуки напоминают Revelations первую часть. Резиденты Revelations. Нихера ничего взять, блин, не можем. Столько мало места, блин. Бесец. Ещё фонарик горит. Кто же оставил здесь включённый фонарик? Спички. Короче, сейчас будет жесть. Полная, полнейшая жопа. Так. Да, собственно говоря, вот этот этап, который нам запомнится, как говорится, на всю жизнь. Вот шприц. Ну что ж мы не дотерпели-то? Могли бы, в принципе, дотерпеть. Ну что ж я аптечку-то потратил? Ну ладно, что написано, берём-то не вырубишь топором. Не можем. Дрыж не хватает сил. Шутка. Хватает. Просто она заперта. Какой-то сигнализации, какой-то системы, сука, я вообще в хера являюсь. Так, собственно, войдём сюда. Да, и тут начинается эта херня. Да. Нет, это ещё нет. Это ещё не здесь. Это ещё... Да, это херня. Это очень сложный момент, но будет ещё сложнее. Я знаю даже пример такого момента. Ну и... Да беги ты, блин. Почему скрипт не срабатывает, сволочь? В Resident Evil 4 даже срабатывал. А, спалились. Ладно. А то и кшона будет больше. Сейчас мы подожди. Ну, поджигай! Давай, иди сюда. Сюда иди. Всё. Да хера, конечно, потратили, но зато у меня сына этих болтов до пена. Будем, как говорится, собирать. Можно, кстати, обратно забрать. Ещё один, сволота. Всё, гори. Ты своё отжил, чувак. Ес. Так получилось. На. У нас всего лишь одна аптечка, поэтому нужно поэкономнее относиться. О. Замораживающее. Тоже люблю. Тут одни эти ловушки на пути. О, аккумулятор. Да что ж такое-то? Чё-то не получается бы. Раньше ж получалось всегда. Сука, блин. Она, блин, то быстро, то, сука, медленно, блин, идёт, и хер поймёшь, блин, когда она там будет идти. Когда как. Так, ладно. Если я ещё раз в эту херню попадусь, то я реально уйду. Заплачиваю и уйду. Это только начало. Хероборы всей этой. Только начало. Сейчас, конечно, я могу поинтриговать, но ладно. Блин, где фонарик-то мой, а? То есть, я, блин, то его нет. Какая-то неопределённость. Так, подожди. Баночка. У нас, кстати, уже 8800. Что это? Ёпта. Что это такое? Чё за саундхилы, не пойму. Твою мать. Что это? Я боюсь. Кто-нибудь. Господи, помогите. Жэмал. Так. Почему мне сейчас так страшно? Это даже страшнее, чем получить два поега. Хотя нет, поега страшнее. Так, слава богу, контрольная точка, значит, будет какая-то сейчас херня. И это мне не нравится. Сука, что это? Опять, я эту растяжку не заметил. О, вставили аккумулятор какой-то. Ухарите, какой он охромный. Как он вообще в руках его донёс? Хм. То есть, как он его в карман-то положил? Если в руках у него его не было. Да, собственно говоря, мы... Мы сделали хорошее, сука, дело. Мы активировали электрическую дверь. Ну, мы, сука, и активировали ловушки на электроэнергии, блин. Так что, вот в чём весь минус. И теперь мы сейчас спалимся, короче. Потому что мы всё активировали, сейчас все враги подойдут. Не самое обидное, что подойдут зомби обычные, то есть, да. Самое обидное, что подойдут скоро другие. Праги. Кут где? Где был кут? Да не сжигай. Какого... Чему... Окей. Давай. Сюда идти нельзя, то есть, да. То есть, бьётся нам, короче, обходить. То есть, сейчас столько и всего. Всего лишь, что добраться, сука, да по электрической двери. Ну, вот там и тут, сука, не дадут. Плаать! Кто-нибудь! Помогите! Господи, сейчас она на меня пойдёт. Нет? Фух, не пошла. Ты ещё жирная, сука. Вообще охерел. Смотрите на него, блин, а. Жизни мало. Это что за херобора такая, а? Что это за херня? Это что такое? Что это за херня? Я не буду эту фигню бить! Сука. Окей. Я замораживаю сейчас, сука, есть. Иди сюда, тварь. Ты можешь бежать. Господи, да что ж такое-то? Статуя. Ну, статуя, бей её! Бью её! Чё ж ты стоишь-то, ты скотина! Бей статую! Что такое? Почему мы не можем? Ты нормальный человек? А, ты сейчас можешь сбежать, да. Понятно. Что за херня? Ты, сука, задолбала? Дай мне тебя сбить. Статуя. Что? Почему мы не можем попасть? Ничего не понимаю. Ай! Ладно. Окей. Сделаем вот таким вот махинационным образом. Чё ж не успеваешь? Ты дрысь, что ли? Откройте второе дыхание у тебя. Быстро. Давай быстрее. Как бы дали бы эту фигню-то? Что такое-то? Это ведь ещё не конец. Как херня будет? Дед! Так медленно. Что такое медлительное, сука? Давай. Бери. О, нет. Пожалуйста, не надо. Я лучше присяду. Хотя ладно. Пока. Да вы нам вместо этих арбалетов дайте, блин, аптечку. Видите, что же у Себаса здоровье херовое. Вот дайте ему аптечку. Аптечка, пожалуй. Спасибо, что ты меня услышал с синдзимиками. Спасибо тебе огромное. Да ты. Услышал мои мольбы. Всё, что я так трогаю тебя. Ха-ха. Так, ладно. Быстрее, быстрее. Куда идти? Да, вот так вот обходим. Да уж, вот это, как бы сказал, куплено в замес и трэш. Да, и это ещё не всё, потому что тут начинается... Ой, надо и спиц ещё. Отлично. Это вообще, кстати, хорошо. И тут, собственно говоря, появляются наши любимые эти керни, вот эти вот. Эти вот козлы появляются. Эти вот олени с бивном. Сука, блин. Были. Ничего. У нас арбалет есть. Мы их сделаем. Их, кстати, можно вырубить. Вырубить по стелсу. Это отлично. Но нужно не спалиться. Самое главное, нужно не спалиться. Куда он пойдёт-то? Ну, спалили, что ли? Не пойму. Можем этого хера сейчас плебить. Где этот-то? Это дурак, что ли, что ты делаешь? Мать твою! Сука. Пожалуйста, не находи нас. Давай, на, скотина! А-а-а! На-а-а! Что-то мы-то кого-то не вырубили, но мы зато убавили ему жизнь. Это хоть тоже хорошо. Что-то не попали, что ли, никакой? Что за херня? Почему? Почему? Где мы? Что это? Да нет! Нет, пожалуйста. Сука, они на меня начинают бежать, твари тупые, блядь. Давай, иди, иди, иди себе. Почему не взорвался-то? Ну, не на меня же! Не на меня же, сука! Ты уйти от меня можешь? А мы того-то, по-моему, победили-то? Какого хера она сработала, твое-моё? А-а-а! Сука, я на них зол просто, на них, на этих тварей. Сраных. Ненавижу я тут. Мамин. Мы отсюда начинаем. Отсюда! Это хорошо, это отлично! Это хорошо! Хорошо! Так, бомбочку сразу активируем. Йес! Мне бы что-нибудь помощнее. Так, холодный у меня есть? Холодный у меня есть такой? Есть. В жопу пошёл! Ты понял меня? Вот он, суки! Держитесь! Куда я стрельнул? Открывайся ты уже! Неужели я их убил? Да нет. Не сегодня. Не сегодня, моя дорогая, не сегодня. Сегодня у меня кушают этих тварей, моих пёсиков, которых я выручил. А-а-а! Хладно. И тебя подожгу тоже. Да, в общем-то, такая вот сложная ситуация, которую можно просто жопу загрызть, чтобы её пройти, но... Но проходимая. То есть, если ты сэкономил болты, то есть, да, не только которые у тебя в штанах находятся, а на которые вообще в этой игре... Тогда просто без проблем, то есть, просто начинаешь от них бросаться и просто держаться от них на определённое расстояние. Вот тебе и вся тактика, собственно. Так, у нас вот время уже к концу подходит, так сейчас давай соберём болты. Конечно, самые эффективные против этих болты, это, конечно же, красного цвета, ну, разрывные вот эти вот красного цвета, они самые эффективные против этих долбоящих. Ладно, всё, открываем. Скоро мы уже заканчиваем. Ну, сложный момент. Ай, крутирую. Кашу, ёлкис. Так, надеюсь, на этом наши муки заканчиваются, хотя, сука, не факт. Не факт. Так, ничего ни хера не видно, давай включим фонарь. Давай. И чё? Мы сможем так пройти? Мы... мы сможем? Сможем, смотри. Вдоль миллисекунд. Всё, идём быстрее отсюда. К чертям. Оп. Всё. Пошли. Давай, что у нас будет? Какого хера? Что это, сука? Что это было? Что это за хероборо? Так, ну ладно. Бежим, короче. Смотрим, что фонарь будет. Ах, действительно темно. Да, этот эпизод, он очень сложный. Он, разумеется, трешный, он выдаёт. Он, короче, делает так, чтобы у вас как можно больше выделилось из вашего организма адреналина. Что это такое-то, а? Что это такое было? Почему колески сами по себе летают? Я боюсь. Мама, мама. Помоги. Пожалуйста. Не бросай меня. Ха-ха. Я сейчас заболосусь от страха. Фух, контрольная точка. У нас тут можно пройти дальше, либо же сохраниться. Ну, мы, разумеется, выбираем сохраниться. Так, что мы сейчас, значит, сделаем? Хотя ладно, пока мы этого делать не будем. Можно было, конечно, сейчас болты сделать, но... Но могут они попасться, поэтому мы можем болты зря потратить. Так, у нас тут очередной дневник. Ну, или что это такое? Да, дневник Себастина. Новый дневничок. Ну, что ж, давайте прочтём, собственно говоря, и узнаем, что творится сейчас у нашего дорогого Себастина. Итак, 27 февраля 2012 год. Я видел, как умирают друзья и коллеги. Это часть моей работы. Это всегда тяжело. Но смерть собственного ребёнка гораздо более страшный удар. Я готов миллион раз умереть, лишь бы спасти её, но не могу. Когда маленький гроб опускали в могилу, я чувствовал себя таким беспомощным. Это больно невыносимо. Я знаю, что он не должен пить, но в последние недели только алкоголь помогает мне заснуть. Майра меня пугает. Первый шок у неё прошёл, но смерть дочери она переживает. Необычно. Не хочет никого видеть. Сидит по ночам одна. Говорит, что работа помогает ей забыть о трагедии. Но мне кажется, что она отгораживается от мира. Я знаю, что бывает с парами, которые потеряли ребёнка. И надеюсь, что нам хватит сил этого избежать. Собственно, вот такие вот дела у нашей пары, Себастина и Майры. У них умерла их дочь, Лили Костеланос. Если я не обошибаюсь. Я не знаю, при каких обстоятельствах она померла, но судя по сюжету игры, кажется, я уже начинаю понимать, что... Почему? Как же так могли-то Себастина и Майра не уследить за нашей девочкой? Не за нашей, за девочкой. Ихней девочкой. Так, у нас газета. Патрик. Пропал Патрик Хиггинс. Адвокат семьи Викториана. Последний раз его видели с неизвестным мужчиной. Вероятно, клиентом. Викториана. Патрик. Не знаю о таком ничего. Ну да ладно. Сейчас, наверное, мы используем наши ключики, которые мы нашли. Кстати, а мы ведь нашли, сука, два ключа. По-моему, если я не ошибаюсь. Два ключа мы нашли, да? Правильно? Да. То есть тут можно находить даже два. Более одного ключа в одном эпизоде. Это, кстати, редкость большая. Давайте пробуем что-нибудь открыть. То есть тут рассчитано, что мы на протяжении игры соберем все вот эти ключики и откроем все ячейки. Так, давай посмотрим. Давай мы откроем вот эту вот самую нижнюю. Вот это да. Так, баночка. Отлично, нормально. И откроем, наверное, вот ту. Да, вот эту вот эту. Болт. И благо у нас чуть-чуть есть на него место. Да. И мы еще, кстати, этот болт не взяли. Давай, бери. Ты что еще делаешь? Все. Набрали. Ладно, сейчас пойдем, наверное, прокачаемся. Что мы прокачаем? Я вообще советую все выдавать на арбалет. Вообще, да. Посмотрим. Четыре-пятый уровень здоровья. Двадцать пять тысяч. Может, на здоровье прокачаемся? Урон на копаж, на лечение шприцами. Так, ладно, пока не будем. Давай оружие попробуем. Что у нас в оружии? Множитель урона. Пистолет пока не надо. Давай дробовичок прокачаем. Или лучше? Время введения в дальность, время в перезарядке. Ну, время в перезарядке это фигня. Дальность тоже фигня. Время введения. Да это вообще, это херня. Это вообще не нужная вещь. Запас. Вот, давай. Вот, болты для агонии. Вот они, вот они. Прокачаем. Вот самое главное. То есть, да. Лога мы прокачаем, выполнено. То есть, все. Теперь сами болты и агонии двое найдем. Ладно, все, достаточно. 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 Ну что ж, давай попробуем, наверное, взять наши патроны. Кстати, у нас тут увеличилась ли вместимость. Посмотрим. Ноль. Ноль. Я пока не могу это проверить, но потом, наверное, смогу. Чё ты так с запаской-то открываешь, я не пойму. Газета какая-то. Загорел дом офицера полиции. Среди жертв пожара маленькая девочка. О, наверное, та самая. В Дао. В сгоревшем доме обнаружены тела Ли. Костеланаса 5 лет. И няня Ху... 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 Хуаниты Флори. Флорист, блин. Ху... Ху... Хуаниты, блин. 56 лет. Родители девочки служат в полиции Кримсон-Сити. И когда начался пожар, они находились на дежурстве. Полиция проверяет возможность поджога. Да, собственно говоря, из-за поджога дома, какого-то дома, офицера полиции погибла девочка. Да. Так, как раз Ли Костеланаса, Степастин и Майра не могли ее спасти, поскольку были на дежурстве. То есть, теперь все стало, сука, понятно. О, можем взять. И все равно не хватает. Ну, песец, блин. Это песец. Ну, хоть это взяли, хоть хорошо. Ну, хоть сколько там мы прокачали вместимости. Я вот вообще узнал, как ее тут прокачивать надо. Это, конечно, хорошо. Ну, ладно, теперь, наверное, сохранимся. И на этом, думаю, можно пока закончить. Да, это была сложная часть. Это была сложная серия. Тут было много треша, много... Много страха, много адреналина. Но следующая часть будет еще сложнее. Потому что в следующей части вернется кое-кто очень неприятный для меня. Наверное, вы уже догадались, но я пока говорить этого не буду. Ну, что же, давайте сохранимся в жестоких играх. И, собственно, на этом все. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Ставьте мне мысленные комментарии, мысленные лайки. Говорите, что понравилось, что не понравилось. Я все исправлю. Я придерживаюсь любой критики. Что же, с вами был я, Кирилл. И шестой сезон, четвертая серия. Прохождение игры сериала The Evil Within. Ну, что же, всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.